В четверг поправку президента к закону о тепловом хозяйстве СЕЙМ рассматривал в срочном порядке. Парламентарии приняли закон, устанавливающий жесткие рамки для предприятий, связанных с тепловой энергией. За проголосовали 103 депутата, против 1 воздержавшихся не было. Сегодня в СЕЙМе принят проект поправки к закону о рекламе, который запрещает упоминать о лечебных, а также профилактических и других свойствах продуктов, если для этого нет подтверждения Министерства здравоохранения. Кроме того, после вступления закона в силу, в рекламе генномодифицированных продуктов нужно будет говорить о том, что они модифицированы. В четверг в Вильнюсе был представлен впервые изготовленный в Литве локомотив. Маневренный тепловоз произведен для эстонской компании. В презентации участвовали министр сообщения Игидиус Масюлис, генеральный директор литувоз Гележинкеля и Стасис Дайлитка и гости из Эстонии. По данным департамента статистики, в этом месяце 9% жителей утвердают, что финансовое положение их семей за последний год улучшилось, 39% что ухудшилось, 19% жителей Литвы оценивают общее экономическое положение страны как улучшающееся, 41% как ухудшающееся. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В связи с этим жители просят обратить внимание на свое здоровье, проверить уровень холестерина в крови и измерить давление.